Притча Однажды царь приказал всем прийти во дворец. Люди дрожали от страха, не зная, что еще он придумал. Когда все собрались, царь встал и сказал. Я знаю, что причинил вам много зла, мои подданные, и поэтому вы меня не любите, но обещаю вам отныне стать добрым. Хочу жить с вами в мире и согласии. И стал он добрым, как и обещал. Послал в каждый город, в каждую деревню новых наместников, которые пеклись о нуждах народа. Велел починить дороги, навести мосты, уменьшил подати, а разбирая тяжбу, выслушивал обе стороны, не отдавая предпочтения богатому или сильному, как делал это ранее. Все стали любить царя и посвящаться им. Наконец один из царедворцев набрался смелости и спросил. Дорогой царь, скажи нам, пожалуйста, ну почему ты раньше был таким злым, а теперь стал таким добрым? Что заставило тебя так резко перемениться? И сказал царь. Вопрос твой разумный, и я на него отвечу. Как-то шел я однажды по лесу, увидел, как пес за лисицей гонится. Поймал он свою жертву, впился ей в ногу и рвал зубами до тех пор, пока не отгрыз. Лиса выла от боли. Так она осталась хромой до конца своей недолгой жизни, а пес вернулся к себе в деревню. По дороге проезжал всадник. Увидев свирепого пса, перепачканного кровью, он швырнул в него камень и перебил ему спину. По полу спес на обочину, а всадник во весь опор помчался дальше. Безжалостно пришпоривал коня, нисколько не считаясь тем, что дорога была неровная и каменистая. Вдруг конь оступился и, падая, сбросил с себя седока. Тот отлетел в сторону и сломал ногу. И вот, увидев все это, я сказал себе, Бог каждому воздает по заслугам. На добро отвечает добро, на зло – зло. Вот такая еврейская притча, она называется «Воздаяние по заслугам». Пока-пока, до свидания.